Эрнест Хемингуэй Мы представим, как выглядела бы там рыбалка вместе с великим писателем И приглашаем присоединиться к нашему путешествию Все события и места пребывания реальны, а совпадения с текстом писателя случайны Хемингуэй был заядлый рыбак, но не каждый рыбак Хемингуэй Субтитры подогнал «Симон» Дэвид продолжал поднимать и опускать удилище Леска виток за витком продолжала наматываться на разбухшую катушку Вдруг рыба остановилась Удилище перегнулось вершинкой к воде И леска опять стала разматываться Нет, не может быть, сказал Дэвид Может, сказал Эдди, от нее всего жди Дэвид медленно приподнял удилище, преодолевая его тяжесть И вслед за этим медленным подъемом Леска снова стала легко и равномерно наматываться на катушку Это отрывок из произведения Хемингуэя «Острова в океане» И мы продолжаем иллюстрировать эти бессмертные строки Организовывая рыболовные экспедиции в различные уголки земного шара Сегодня вместе с нашим экспертом Михаилом Карповичем Мы отправимся на остров Кипр В его северную, турецкую часть Здесь мы постараемся показать вам три различных способа ловли Морской джигинг, биггейм троллинг И, конечно же, глубоководную рыбалку с применением специального оборудования Цель нашей поездки – поимка трофейного группера Мы снова находимся в Турции вместе с нашим экспертом Михаилом Карповичем В этот раз он предложил съемочной группе проекта «По следам Хемингуэя» Совершить переход по морю из Алании на северный Кипр Чтобы порыбачить в местных водах на хищника У нас не было причин отказываться от столь заманчивого предложения И сейчас мы направляемся в одну из аланийских марин Оформлять все необходимые для нашего путешествия документы Мы сейчас готовимся к нашей поездке на Кипр Вот оформляет нам агент документы Мы отдали все паспорта наши То есть поездка на северный Кипр – это выход с границы турецкой И там уже оформляем вход, получается, как в новую страну Но это та же Турция, только северная Все документы наш агент оформил Отснял копии паспортов для полиции Значит, сама полиция морская находится в Аланийском порту основном Вот сейчас туда мы и выдвигаемся Для того, чтобы завершить процедуру оформления выхода Из турецкой страны на сторону Турецкой республики Кипр Это северный Кипр Значит, как мы знаем, остров Кипр поделен на две части Одна часть является греческой Вторая часть – турецкой стороной Да, ну, как мы знаем, по турецким законам это другая страна То есть это турецкая республика Кипр называется У них другой флаг даже Но, в принципе, валюта, как мне сейчас известно, такая же турецкая лира Ну, когда мы прибудем туда, мы это узнаем точно Ну, так же в расчет идут и доллары, и евро Так же, как, в общем-то, и в самой Турции Ну, вот мы добрались до основной марины Аланийской Она достаточно большая, как видите Очень много вмещает в себя всевозможных небольших лодок, яхт и туристических кораблей Эта марина бесплатная, в отличие от нашей Наша яхта стоит в платной марине Но там, конечно же, видеонаблюдение, сервис хороший Вода подается на борт, электричество подается и так далее То есть можно, есть услуги по подъему, спуску на воду любого борта Там яхты, большой яхты, парусной яхты и так далее Значит, ну, в основной марине Аланийской находится таможня и полиция Вот мы сюда прибыли Наш гид очень помог нам с переоформлением всех необходимых документов После этого нам предстояло решить еще одну очень важную задачу Запастись провизией на несколько дней и необходимым количеством приманки Для этого мы заехали на один из продовольственных рынков Аланий На всякий случай мы берем сардины Это хорошая приманка для тунца Также для глубоководной рыбалки Одна из лучших приманок Для нас, вот, наши друзья заготовили сардин Где-то килограмм 10-20 мы возьмем с собой свежих Ну, еще посмотрим какую-то наживку В принципе, банито также является хорошей наживкой Ну и, в принципе, нам будет достаточно Вот сейчас быстренько с рынка забираем свежую рыбу И уезжаем в порт Ну, вот, нам еще на рынке повезло В принципе, достаточно редко бывают сардины свежепойманные То есть, вот так они выглядят в свежем виде Заметно, сколько в ней фосфора еще Вот, попросили ее почистить Для того, чтобы максимально сохранить наживку свежей во льду Потому что нам 2-3 дня эта наживка понадобится Потому что 2-3 дня рыбалки нас ждет на Кипре И по дороге на Кипр, и по дороге обратно Вот, так что у нас, в принципе, наживкой хорошо запаслись Есть 20 килограмм сардин Ну, не первой свежести, там, трехдневной В принципе, хорошая наживка Ну, вот, 5 килограмм нам повезло Мы купили реально свежие наживки Наживка должна оставаться более-менее свежей в течение нескольких дней Поэтому скупиться на лед нам не следует Михаил уже загрузил две большие глыбы льда в рундук под приманки И теперь засыпает все рубленным льдом И, в принципе, она лежит сверху Почему? Потому что лед будет таять Вода будет скапливаться внизу Мы ее будем потихоньку сливать Так, это мусор, он говорит нам Это сардины Еще немного льда Ну, вот, завершилась наша погрузка В общем-то, мы готовы к выходу Сейчас мы отдаем свартовые На нашей яхте два двигателя В принципе, на всех офшорных, профессиональных бортах В идеале стоит два двигателя Почему? Потому что при выходе далеко в море Это просто необходимо для нашей безопасности Ну что, начинаем мы отходить Управление идет как носовым винтом Так и двумя двигателями Ну что, полный вперед на Кипр Наша яхта оборудована всем необходимым Для дальних путешествий Что касается комфорта То можно упомянуть об отдельном генераторе Для электроплиты и микроволновки И о кондиционере в каюте Кроме того, на яхте установлено Современное высокоточное Навигационное оборудование А также прочая техника Позволяющая без опасений Передать управление яхтой автопилоту Задали направление Включили автопилот Вот и началось наше путешествие на Кипр Мы гоняемся за монстрами Ищем монстров Не важно в какой воде Не важно где В общем-то, как и Хемингуэй В свое время, он всю свою жизнь Гонялся за монстрами, за крупной рыбой Мы идем по его следам И надеюсь, что по нашим следам Пойдут наши дети И так далее, и так далее Итак, наша яхта следует заданным курсом Примерно ранним утром следующего дня Мы должны подойти к Северному Кипру А для того, чтобы наш путь Все же назывался рыболовным Мы оборудуем несколько спиннингов Для троллинга Они будут оснащены разными типами приманок Которые пойдут на разных глубинах И на разном удалении от яхты Конечно, основная наша рыбалка По плану состоится у берегов Северного Кипра Однако шансы поймать что-нибудь Во время нашего перехода Тоже немалые Этот спиннинг мы ставим повыше Так как у нас еще два спиннинга будет заброшено Один с воблером, один с ратлином Теперь выводим на нужное расстояние Что мы сделали сейчас? У нас самая дальняя практически Еще и в стороне идет поверхностный октопус Потом две приманки, которые идут до полметра-метра Значит, ратлин пойдет где-то до 2-3 метров Может более И дальше пойдет воблер 6-8 метров То есть сейчас следующий у нас идет ратлин Значит, вот Забрасываем Очередную приманку Ну и последний наш пятый спиннинг С воблером Воблер пойдет ближе всего Итак, наши снасти заброшены В работе все 5 спиннингов Ассортимент приманок достаточно широкий Но почему нет клева? Может, стоит просто подождать? Так мы и сделали И наше терпение было вознаграждено поклевкой Хорошей рыбы Правда, уже под вечер Ну вот у нас долгожданная поклевка произошла На воблер Сейчас сматываю свои 4 заброшенные снасти Снасти Значит, вымотал все снасти Как видите, к спиннингу я даже не притрагивался Сейчас включи нейтраль Чтобы сократить расстояние между нами и рыбой Нашей первой пойманной рыбой оказался желтоперый тунец Или альбакор Конечно, сопротивление при вываживании он оказал незначительное Зрелищной борьбы мы не увидели Тем не менее, мы очень довольны Это наша первая рыба сегодня По словам Михаила, ее вес 15-20 килограммов Прекрасная волна на Тунца То, что надо Я ловил рыбу на 29 метров И сейчас под нами тоже еще стая рыбы на 26 Хотя глубина под нами километр 400 Ну и что я сказал? Без камеры это было Я говорю, ну давай, наверное, поднимайся уже на нашу наживку И только я это сказал, как произошла сразу же поклевка мгновенно То есть, в принципе, рыба на 30 метрах Но, видите, сразу же поднялась вверх и атаковала нашу приманку Сейчас вот забросили этот же воблер, который был атакован Забрасываем остальные К сожалению, до самого вечера на наши приманки больше никто не соблазнился Ну вот мы уже прошли половину пути Мы находимся недалеко от города Аномор Значит, в принципе, отсюда до напрямую до Кипра осталось 35 миль До нашего порта осталось 50 миль То есть половина пути то, что мы прошли Сейчас смотаем половину снастей Выпускаем вот такую снасть с кальмарами Один получается с крючком, а остальные как приманка работают Ну и лампочку включаем Попробуем словить ночного хищника Ну посмотрим Ну такая вот приманка, она может сработать на рыбу-меч Либо на акулу Но, конечно, акула у нас не цель А больше цель рыба-меч До захода солнца и всю ночь мы ждали поклевок Но, к сожалению, наши октопусы с разноцветной лампочкой Не принесли желаемого результата Так как мы шли с достаточно высокой скоростью Вероятность поклевки была низкая Но у нас не было времени Мы и так достаточно долгий переход сделали Планировали за 12 часов со скоростью 8 узлов Но средняя у нас получилась скорость 7 узлов в час Мы шли порядка 14-16 часов Была еще боковая волна, которую приходилось срезать Немного менять наш курс несколько раз То есть мы прошли вместо 100 миль Планируем их порядка 110 миль Ну все хорошо Ночью по навигации наша яхта довела нас до места назначения Сейчас мы находимся в порту дельта города Герне Это северный Кипр Мы немного отдохнули, заправили яхту топливом, питьевой водой И уже готовы отправиться навстречу рыболовным приключениям Продолжаем наше путешествие Теперь уже на турецкой стороне Только на острове Кипр Выходим в море на рыбалку Выходим с ночевкой Поэтому могу сказать, что рыба будет 100% Каким способом добыта, мы узнаем позже Ну что, вперед! У нас переход в хорошее место 20 миль туда Но мы пойдем Забросил и, в принципе, с первого подъема Произошла поклевка Сейчас посмотрим, кто это у нас Ну, наверное, фугу Да, не маленькая Местные злодеи В Японии это, как бы, считается рыба деликатесная То есть повара умеют готовить так, чтобы немного приспустить в ней яда И люди получают от этого какое-то удовольствие Ну, мы в Турции не получаем никакого удовольствия от подобных действий Просто мы ее выбрасываем В принципе, если ее разделать, то достаточно вкусное мясо Но я не рисковал Вот И плюс у нее сильные, мощные челюсти Которые могут, ну, палец откусить одним укусом Ну, вот яркий пример Фуга Рыба, во-первых, ядовитая А во-вторых, еще и опасная Как говорится, палец в рот не клади Откусит В буквальном смысле Эта рыба ловится в основном у песчаного дна Там, где нет камней А где есть камни, как правило, эта рыба не попадается Также не ловится она почему-то ночью То есть, скорее всего, наверное, не видит Местные пользуются этим и ставят, скажем, переметы на ночь На группера и на разную другую рыбу Именно ставят в темноте и снимают в темноте Чтобы остались их крючки, по крайней мере, целые Вот, ну, и также эта рыба не попадается после глубин, там, 80 метров и более Из всех случаев, ну, наверное, один раз я словил, там, после 80 метров глубины Фуга Вот, в основном в прибрезных зонах и до 40-50-60 метров глубины Оп, есть Ну, получается, нападение уже взяла сразу То есть, я стал поднимать, а там уже рыба сидела Ну, что-то небольшое Я думаю, что опять фугу, наверное А, фугу опять Вываживанием второй по счету фуга завершился второй день нашего путешествия Что ж, мы провели разведку, примерно поняли, что и как И составили план действий на завтра Сегодня ночью мы решили не рыбачить Всей команде необходимо хорошенько выспаться Рыбалка на следующий день началась ранним утром Как и собирались, мы вышли троллингом на местного хищника И нам повезло Произошла поклевка По всей видимости, это клюнул группер Который шел под камень Несколько минут, проведенные в попытках вытащить нашего хищника из-под камней Не увенчались успехом Поэтому Михаил решил оставить на какое-то время испуганную рыбу в покое Просто зафиксировав спиннинг Будем ждать, пока она выйдет Если выйдет Мы прождали примерно полчаса Но группер так и не решился выйти из-под камней Обрезав леску, мы перешли на подходящее для глубоководной рыбалки место А для такой рыбалки, на глубине примерно в полкилометра На яхте Михаила есть пара электрических катушек То, что я хотел рассказать еще об особенности глубоководной рыбалки Это набор таких вертлюгов с подшивниками, с кольцом и плюс еще флажком Вся эта система не дает снасти скручиваться вокруг шок-лидера Сейчас мы это на практике увидим Значит, на эту катушку у нас здесь спиннинг стоит 20-50 либров, довольно мягкий На той катушке стоит 30-80 либров Сюда будем ставить крючки поменьше, снасть послабее на небольшую рыбу А на ту катушку будем ставить помощнее крючки Соответственно Значит, глубоководная рыбалка, могу сказать, не является, конечно, такой спортивной рыбалкой Она больше является увлекательной рыбалкой с хорошей добычей Просто вкусной рыбы, которая водится на глубине 400-500 метров в этих водах Ну а наживкой послужит заготовленная нами сардина Разрезаем сардину на две половины Для крупной рыбы мы будем вешать ровно половинку филе, целую Либо вот такой вариант тоже пойдет Значит, для мелкой рыбы мы разрезаем филейную часть вдоль на две части Вот такими полосками будем насаживать на крючки, чтобы она свисала И также еще один вариант Такая же полоска, но более короткая Ну и из моего опыта хочу сказать, что сардина, в принципе, одна из лучших наживок Уже проверено на деле Вот, сейчас начинаем наживлять на большие крючки большие части На крючки поменьше маленькие части Одна из снастей Михаила оборудована двумя специальными лампами Свет позволит дополнительно возбудить интерес хищника к нашим приманкам Итак, снасть готова Запускаем и ждем Поклевка будет видна по кончику спиннинга Вот уже хорошая рыба есть В общем-то, не за этой рыбой мы пришли сюда Ну вот, три акулы Сейчас будем их отпускать Ну еще одна акула Реально ситуация, конечно, такая не радует О! Сейчас нам повезло на этот раз Это треска средиземноморская Небольшой размер, конечно, но очень деликатесная вкусная рыба Здесь она не растет до больших размеров Ну, максимум я ловил на 3-5 килограмм Ну, тут что-то есть Словили небольшую скорпену Очень вкусная рыба, но, конечно, такую малышку мы отпустим Ловил я скорпен до 2-3 килограмм, они растут Ну, это, конечно, совсем малыш И мы его так И поцелуем, и отпустим Как видите, скорпена Средиземноморская Не боится перепада давления 400 метров Это глубина была Это 40 атмосфер Все нормально Ну, вот Поднадоели уже нам эти прекрасные создания Мы их отпускаем Это как в анекдоте Там одна, наверное, вниз спустилась, сказала Тут наливают, кормят и отпускают Значит, эта рыба называется мерджан в Турции Как она называется по-другому международного названия, я не знаю ее Это разновидность глубоководного окуня Считается большим деликатесом Готовится в масле И достаточно дорогая Ну, представьте, питается она креветками, кальмарами Какими-то донными Еще моллюсками, может быть Но реально мясо белое, очень вкусное И действительно большой деликатес считается в Турции В ближайшие полчаса мы поймали еще около десятка акул Скорпиен, мерджана Пока, наконец, на наши приманки не попалось что-то достойное Вау! О, сейчас будет очень горячо! О! Ха-ха-ха-ха! О! Наконец-то! Порадовало нас Средиземное море Оф! 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 Ну вот такой красавец Я уже ловил таких не раз Поэтому Сразу и сказал, что предположительно это группер Все поведение его было От начала до конца вываживания предсказуемым Ну плюс у нас тут еще Маленькая скорпенка И еще одна И еще мерджанчик Вот в общем-то такой удачный заброс Ну вот я думаю, что Как бы предположить еще можно, да Что здесь был Небольшой мерджан На крючке сидел Либо маленькая скорпена И он, в принципе, Позарился на нее Потому что, ну смотрите, на какой крючок мы достали рыбу С глубины более чем полкилометра Ну и весом, я вам скажу Ну весом Я вам скажу Ну 20 килограмм будет Смотрите, какие у него шипы В принципе, вот у него еще режущая часть хорошая На плавниках есть Острая То есть если леска попадет под нее То может он, в принципе, ее и отрезать Ну а шкура, как броня Представьте, что эта рыба Всю свою жизнь ела Либо ту рыбу, которая питается кальмарами, креветками Фу, ну мне тяжело уже его держать Такой хороший Поимкой такого великолепного группера Завершается первая часть нашего путешествия К берегам Северного Кипра Но команда проекта по следам Хемингуэя Пока не намерена возвращаться к берегам Аланий Впереди нас ждет рыбалка с уже известным нам турецким экспертом Месутом Но это будет уже совсем другая история Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова